Приветствую вас, и надо сказать, что лучше, конечно, дать прокрутить один раз в голове сюжет, потому что... Совершенно очевидно, что... Вам... Не дали покойную мысль. За ней. За мыслью. За мыслью скрывается определенная потребность, то есть за этой мыслью скрывается то, что вы хотите, то, в чем вы нуждаетесь, то, что вам нужно. Вместе с тем, в этом заключается и определенное принуждение, определенная несвобода, вот. То есть, как бы... С этим нужно работать. Вот, потому что вы описываете... Как бы... Механизм... Навязчивости. Вот, навязчивые мысли. Плюс... Страх... Вы описываете... Страх... Эээ... Заболеть... Ошибительно. Эээ... Страх заболеть, как правило, связан с... Потребностью во внимание, неудовлетворенной. То есть, вы... Хотите... Привлечь к себе внимание, да? То есть, вам не хватает внимания. Ну и, соответственно, эээ... 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 Нужно... Реализовать. Вот. Эээ... И... Значит... Эээ... Эээ... Тогда, я полагаю, вы не будете... Эээ... Эээ... Испытывать навязчивые мысли о своем здоровье. Кстати, о... О своем здоровье, о чем? То есть, вы чего боитесь? Чтоб... Ну... Так, это нужно исследовать. Опять же. Вот. Эээ... Вот так. Вот так. Но, совершенно очевидно, что мысли лучше дать прокрутиться, чем вы ее... Чем вы будете ее себе запрещать. Вот. Ээээ... Другой вопрос. Почему вы вообще ее... Эээ... Пытаетесь блокировать, и... Почему вы... Считаете, например, что ее быть не должно? Как часто вы... Собственно, блокируете свои какие-то мысли? И на каком основании вы это делаете? Вот. Вот. Это очень важная история. Если вы... Эээ... Так поступаете систематически, то... Из этого... Из этого... Из этого... Поведения... Эээ... Так что нужно... Нужно... Выходить... То есть, корректировать, выходить из этого сценария, как психология называется. Вот. И... Соответственно... Эээ... Вам опять же станет легче. Вот. Но это... Определенная работа. Эээ... Эээ... Как бы... Эээ... Ээ... Вам... Знаете... Какая история... То есть вот тут нужно работать именно вот в этом направлении, в направлении понимания того, что закроется за вашей мыслью. Самое все подразумевание, очевидно, вам что-то хочется сказать. А, вы его, как бы, глучите, вы его давите, вы его зажимаете и в итоге игнорируете себя и свои чувства, находясь не в ладах своими чувствами, своими желаниями, своими потребностями. Вот. Это так же скорректируется, и вы сможете войти, например, с собой в контакт, и сможете жить полной жизни в последнем. Вот. Примерно так я вам ответил на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались вот дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. И если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.